Да что ж ты делаешь, Василий? Ну, сказала же, нету. Ты кто еще такой? Позволь представить, старший Лидан Харцов, Павел Сергеевич, ваша новая участковая. Извините, но вынужден вас арестовать. Чего? Да я не посмотрю, что ты в форме, понял? Ты что делаешь? Тихо, тихо, тихо. Извините, ради бога. Берите его, сажайте. Он чуть детей заиками не сделал. Профессия, которая придает романтике облику сотрудника полиции. После выхода на экраны сериала «Участок» прошло 17 лет. И с тех самых пор специальность старшего лейтенанта Кравцова в нашей стране прочно ассоциируется с почти военной выправкой, ответственностью, прозорливостью и колоссальной выдержкой. 17 ноября участковые и уполномоченные отмечают свой праздник. Да, хоть я и работал практически всю свою службу в уголовном розыске, да. Теперь у меня глаза открылись. Здесь я на самом деле понимаю, как ваша служба нужна гражданам. Даже вот если взять статистику, сотрудниками участковых в этом году раскрыто 160 преступлений. В розыске на 5 меньше, к примеру. Это единственное подразделение в нашей области, где действительно участковые опережают в раскрытии преступлений уголовный розыск. Я могу вам также доложить, что ваше подразделение в области является самым элитным, потому что я много повидал районов, да, соответственно, областной центр. Такого коллектива, как у вас, таких профессионалов, уверенно нет нигде в области. Именно к участковым обычно в первую очередь обращаются люди, которые столкнулись с нарушением своих прав. И профилактикой преступлений эта категория полицейских тоже занимается. В нынешнем году службе исполняется 101 год. Я, наверное, больше всех знаю, как вы работаете, какая на вас возложена ответственность, какие результаты работы вы приносите, как вы общаетесь с населением. То есть от вас зависит очень многое. Вы находитесь на передовой, именно вы взаимодействуете с гражданами, вы попытаетесь решить много их проблем, чтобы жизнь в городе была спокойнее и счастливее. Пользуясь случаем, я хочу вас поблагодарить за вашу самоотверженную службу, ну и, конечно, пожелать здоровья, энергии, удачи. И пусть в ваших семьях тоже будут все спокойно, мирно и благополучно. В штате участковых в местном отделе полиции трудится 26 человек. Точнее, должно бы трудиться. Три вакансии пока остаются свободными. Эту, казалось бы, отнюдь не женскую специальность теперь выбирают и девушки. Участок у меня административный номер 8. Это улицы Петростучки, Энгельса. Бывает сложно, особенно выезжать на ночные смены, когда там семейные скандалы бывают, дебоширы. Походится с ними разбираться, но со мной ходит водитель бежурной части и помогает мне в этом. Александр Матюшек на службу поступил 7 лет назад. Пришел на должность полицейского ППС, а два года назад перевелся в участковые. Подведомственный участок крупный. Каринское, Святозаревское, Роговское, сельские поселения. Всего около 2000 жителей. Когда напарник уходит в отпуск, добавляются еще Октябрьское и Ильинское поселения. В этом году Александр победил в муниципальном этапе конкурса народный участковый. Уверен, народное признание стало возможным благодаря высокой раскрываемости преступлений. В 2023 году на служебный телефон поступил звонок от гражданки, проживающей в Слободском районе, которая сообщила, что у нее из квартиры был похищен ноутбук. Был осуществлен незамедлительный выезд по данному адресу. Были проведены все оперативные следственные действия. В ходе данных действий был задержан подозреваемый. Было установлено, что у данной гражданки также был похищен мототранспорт, мотоцикл. В ходе следственных оперативных мероприятий в этот же день данной гражданке были возвращены ноутбук и мотоцикл. Несмотря на то, что эти полицейские обычно сталкиваются с бытовыми делами, и они нередко рискуют своей жизнью. Среди тех, кто погиб на посту – Иван Поляков. Участковый Слободского РОВД в сентябре 1996-го патрулировал район стеклозавода. У местного клуба патрульные заметили нетрезвого человека, который заводил автомобиль. На требования стражей правопорядка он не отреагировал, более того, совершил наезд на милиционеров. Один был ранен, а старший лейтенант Поляков получил травмы, несовместимые с жизнью. Накануне праздника вспоминали и ушедших коллег, чествовали и ветеранов, которые когда-то также готовы были бросить все силы на то, чтобы защитить, выслушать и помочь.